Для кошечек наряжаем. Вот попробуй наряди на полу. Достают ведь. Надо только на холодильник. Мила! Ну ведь сейчас же стащишь, и ёлка упадёт. Ведь старается стащить, а? Старается. Вот так. Всё. Погнали. Спасибо, хозяева, да. Милка. А, забрала игрушку ёлочную. Вот наша ёлочка. Ты тоже полезла за своей игрушкой. Милка гоняет игрушку. Сейчас ласка тоже для себя. Но ласка как-то более-менее... О, устала девочка. Всё. Нагонялась. Можно вешать на ёлку. О, вроде... Вроде ничего, всё нормально. Тут это не она, наплыв просто. Чего ты смотришь? Всё, нагонял. Тут полчаса гоняла. Да. Ха-ха-ха. 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 Смотри, как-то не ласкивает. Всё, хра-ха-ха. Сам прикол был, когда это залезло. Он повторяясь за жопу. Ха-ха-ха. Ай, красавица. Ай. Дай руку. Ха-ха-ха. Уж я к нему и так, и так, и так, со словами и без слов. Ха-ха. Ой, гладь меня за здесь. Ой, я уж тебе подставлю свою бушку. Ха-ха-ха. Не гладь, ну-ка. Не гладь. Пусть сама себя гладит. Вот так. Вот так. Вот так. Вот, вот, вот. Давай, давай, давай. Вот так надо ещё до камеры дотянуться. Да, давай, давай, работай. Давай, обнимайся сама. Сама с собой. Давай, давай. Смотрите, как её держат. На вытянутых руках. Сегодня 28 декабря. У нас уже 3-4 дня идёт снег. На улице пасмурно. Ну, сейчас уже третья час, уже скоро и темно будет. Но уже вот 50 сантиметров снега навалило. Не было, не было, не было. И вдруг вот сейчас каждый день вот так вот вот идёт, идёт, если видно вам. Ну, вроде бы, как бы, вот я всегда удивляюсь. Вроде его даже не видно. А так быстро наваливает. И вот у меня муж сейчас всё гребёт, этот снег, расчищает. Любимое занятие. Ну, морозов нету у нас, как вот в Сибири, Новосибирске. У нас нет морозов. Сейчас стоит в районе 10 градусов. Минус 10, минус 7, минус 8, минус 10, 12. И морозов нету, и всегда валит снег. Но он, даже это громко сказать, валит. Он так летает, сыпет чуть-чуть, а наваливается очень много. Это снегоуборщик. Сколько раз спрашивали у нас марки Прораб. Это можно сказать, что одноразовый, одноразовая штучка. Но это одноразовая штучка больше 10 лет уже работает. Всё на альгизовских руках. Он его постоянно ремонтирует, ремонтирует, ремонтирует и работает. Я говорю, давай новый купим. Он говорит, да, ну. Я говорю, ты уже его знаю в совершенстве, знаю где что подтянуть, поменять и снова поедет. Но разбирает, собирает его постоянно. Ну, есть чем заняться. Я сейчас так живу. Есть чем человеку заняться. Ну, так на улице не холодно, конечно. Слава Богу, сильных морозов нет. Ну, может, ещё будут. Ещё весь январь, февраль впереди. Сегодня 29 декабря. Опять к теплу. На Новый год уже будет около 10 градусов. Карету, сэр, карету. Я карету кричу, карету. Ты слышишь меня? Нет. Не слышишь? Ты меня никогда не слышишь. У меня тут музыка играет. Фечь будет. Вот такой морозец. Хорошо, когда грязи не было сильного. Ну, в нашем поселке, там в городе-то всё равно грязновато. Да, у нас так чисто прямо. Ну, деревня, деревня. Даже кое-где и дома. Трубы дымят. Не, вон там дым, это не из трубы, не из домашней, наверное, да? Нет, там котельная. Там где-то что-то котельная, да? А так-то здесь почти у всех. А, вон! Ну, есть, здесь. Подтапливают многие. У нас напротив что-то не как на эти. Светка, да. Света не хотят они газа. Они всё что-то топят дровами. Ой, собаки. Снег, дым. Мороз собаки. Как описать? А, ещё мусорка. Мусорка. У нас Новый год. У нас всё сверкает, блестит. Смотрите, какие у нас красивые гирлянды. Беа, 200 рублей. 200 рублей всего стоит. Красота. В самом дорогом магазине взяли в ЦУМе у нас с Кировой. Магазин дорогой, а гирлянды дешёвые. Вот какая красота. Не знаю, на камере видно будет, но я думаю, что видно будет. Ой, как красиво. Всё блестит, всё сверкает. Новый год. Новый год к нам вчица. Скоро всё случится. Сегодня я посолю пряным посолом рыбку. Это форель. Она на кусочке у меня порезана, она была заморожена. Сейчас разморозила. Сделаю маринад. У меня есть, как я делаю маринад. Но приходит новый, всё равно смотрит и спрашивает. Так что я сколько буду мариновать, столько буду показывать. Сколько буду кашу варить, так буду показывать. Всегда всё надо показывать. Постоянно, что делаю, всё надо показывать. Для рыбы сделаем маринад. Всегда у меня одна и та же норма. Это мой посол. Я никому не навязываю. Это делаю так я. Всю жизнь. В своё время меня кто-то научил. Даже не знаю кто. Или тётя, или сестра, или... Соседка, не знаю кто. На литр воды я кладу 2 столовых ложки с горкой соли. 2 столовых ложки с горкой сахара. Несколько соцветий гвоздики. Чёрный горошек. И лавровый лист. Даём это закипеть. Покипит одну минутку. И выключаем, чтобы остыла до комнатной температуры. Ну, чуть тёпленький нужно. Всё это будет наш, можно сказать, маринад. Или посол пряный. Но можно добавить ещё, перед тем, как заливать рыбку, уксус. Добавить уксус. Я, наверное, в этот раз так и сделаю. Немножко вот добавлю уксус. Наш маринад готов. Вот я перелила, чтобы побыстрее остыл. Уже комнатная температура такая тёпленькая. Ёмкость вот приготовила. Сейчас сюда сложим. Наверное, уксус немножко всё-таки добавлю. Вот, 9-процентный уксус. Немножечко добавим, чтобы... Потому что сразу не съедим. Чтобы быстро не испортилось. С уксусом тоже будет хорошо. И так... Так, вот так, наверное, сложим мы. Так, а голову оставлю. Всё, и заливаем мы маринадом. Обычно через сутки готово. Но мы будем есть 31-го. Сегодня 29-е. По рекомендациям моих подписчиков мы купили сироп из топинамбура натуральный. Вот написано. Сейчас открыла телефон, интернет и начала сравнивать. Сначала почитала здесь. Здесь, значит, я вычитала. В 100 граммах углеводов 69. Это то же самое, как каша, крупа и макароны, что углеводов около 70. Чуть меньше, чуть больше. Жиры 0, белки 0. Калорийность 267. Я бы так подумала, что ничего тут такого этого сверх... сверх полезного и нужного-то и нету. Вроде как бы много углеводов-то. 69. Открыла телефон. Калорийность ставят здесь. Сироп топинамбура. 73. Тут 269, значит. Тут ставят 73. Тут углеводов ставят 69. Здесь 17. Ребята, кому верить? Гликемический индекс 13-15. Открыла этот сироп. Вот он такой. И вы знаете, на вкус, как мед или как сахар разведенный. Вот просто как бы... Вот сахар делаешь, карамель сахарную? Один к одному. Вообще никакого другого вкуса нет. Это так? Или опять производители что-то тут? Написано, без сахара, пребиотик. В состав только топинамбур и вода. Читаю опять в интернете. При регулярном использовании у диабетика стабилизируется уровень сахара в крови. То, что топинамбур полезен диабетикам, это я уже знаю давным-давно. Просто вот не знаю, когда начать применять его. В огороде посадить надо. Употребление в пищу повышает иммунитет и увеличивает сопротивляемость организма различным инфекциям и вирусам. Также напиток повышает мозговую активность, увеличивает физическую выносливость во время занятий спортом, снижает токсикоз во время беременности. Сироп топинамбур стимулирует рост укрепления костей во время активной стадии роста у детей. Вот эта бутылочка 330 грамм. Мы купили за 200 рублей. В перекрестке. Кстати, для моих кировских зрителей. У нас перекресток еще один открылся в торговом центре Джимол. Он был, перекресток был только на Октябрьском, а вот сейчас второй. Кстати, я вам рекомендую посещать иногда этот магазин. Там есть очень много продуктов нам полезных. А уж про муку я молчу, там вся мука есть. Сейчас еще вам покажу. Ну, с сиропом я буду разбираться. Может быть, кто-то что-то мне и подскажет. Кто-то уже и применяет, и знает, как он действует, как, чего. Ну, не знаю. Я очень много рецептов увидела с топинамбур, вот с этим сиропом. Может быть, стоит попробовать. Но сначала я хочу как-то попробовать на эльгизе. Как он будет действовать на его организм, хотя бы, чтобы не поднимался сахар. Развести его в чай, добавить. Так-то, собственно, он может вместо сахарозаменителя использовать его. Надо попробовать в кофе ему добавить. В том же перекрестке мы купили вот такую муку ржаную. Мука ржаная, цельнозерновая, обойная. Вот эту муку нам с вами можно и нужно. Она очень полезна. Ржаная не обдирная, а именно обойная. Вот она не будет поднимать сахар. Она очень-очень полезная. Конечно, из одной из неё ничего не получится. А вот добавлять к цельнозерновой, это вот. Или даже если у вас нет уже цельнозерновой, можно и белую. Взять вот эту, одну часть этой муки, вторую часть белой муки и вместе что-то лепить. Это будет супер. Вот я вам давно хотела показать. И тут просто попался на глаза. И я и сама буду теперь ездить туда покупать. Я и покупала до этого обойную. Но не всегда и везде она бывает. Ржаная и обдирная есть везде. А вот именно обойная, это нужно, во-первых, знать и найти, где она продаётся. Для наших кировских она продаётся в перекрёстке. Мы теперь в этот перекрёсток, который находится в торговом центре Джимол, туда будем постоянно ездить. На Октябрьском, в который рынке, туда подъехать очень сложно, парковаться сложно. А вот в этот торговый центр будем ездить. Там очень большой магазин. Открыли прямо. Очень похож на наши эти просторы. Тоже такой и салаты всякие есть. Ну, короче, готовая продукция есть. И именно для правильного питания очень много. Сейчас я покажу эту муку на внешний вид. Она не отличается от обычной жаной-то. Вот. Видно вам? Я-то не вижу, видите вы или не видите. Маленькую камеру снимаю. Вот сейчас я эту муку буду добавлять. В хлеб. В хлеб, ну и в какую-то выпечку. Конечно, какую-то выпечку лучше из цельнозерновой с одной печи. Я уж более-менее пристрогалась. И то не всё получается. Далеко не всё. А вот для хлеба это будет просто замечательно. О, сегодня нет солнца. Но так красиво. Минус 15. Теплеет. К вечеру будет 10. Загружаемся. Мусором. Строительным. Такой у меня маленький пакетик. Я его еле несу. Вот такой тяжёлый. А теперь пойдём калейку закрывать. Я тут с селфи-палкой. А за мной никто не хочет фотографироваться. Все куда-то поехали. Холодно фотографироваться-то. Где чё холодно-то? Уши мёрзнут. Ручки. Ручки мёрзнут. Да. Посмотрите-ка, мы стареем. У меня тоже сейчас башка начала мёрзнуть. Я первый раз ощутила, что у меня башка мёрзнет. Мы же с тобой в шапках не ходим. Ну да. У меня всегда мёрзнут уши и нос. А сейчас именно башка замёрзла. Потому что волосиков мало. Ага, волосиков мало. И это самое, кровоснабжение в сосудах, видимо, стало плохое. Я только это заметила, что неужели придётся какую-то шапку покупать. Хотя в капюшоне. В капюшоне ведь можно. Едем по своей улочке. Остановились у переезда. У нас тут малюсенький такой переезд. Но порой так загорятся вот эти вот фонари. Вон, далеко. Видите, не видите. И горят, и горят, и горят, и горят. Столько машин скапливается много. И никто не едет. А фонари горят. И люди стоят. О, где-то гудит, где-то едет. Ну, говорят, едет там один паровозик порой. Ну, сейчас идёт состав. А закрывают за полчаса до этого состава. С нашим Кировским лесом едет. А почему в эту сторону? Обычно с лесом он идёт уже обратно. Нет, так-то сюда-туда. А, тут его загружают. Там же эти погрузочные загружают туда. И уже увозят на станцию. На основу здесь помежку, причина маленькая. Полустанточка такая. Да, мы же там были когда-то. Видели, как грузят. Да и не один раз мы там были. Да, не один раз были там. Прямо как будто такая у нас огромная автострада здесь. Вон, какое скопление машин. Куда за повороты ходит? Из города. Да. Кому! Субтитры создавал DimaTorzok